Молодость такая плавающая категория. И до конца ведь неизвестно, где рубежи, когда человек молодой. Вот там умер какой-нибудь дядька. Сколько ему лет? 56. О, ты молодой такой, да? Правда, да? Вы слышите такие вещи? И это правда, он молодой. Я помню, патриарх Яков, когда пришел в Египет, его фараон спросил, сколько тебе лет, отец мой? Дни мои скудные и малы, отец мой. Всего лишь 138 лет путешествует по земле, раб твой. Понимаете? 138 лет человек путешествует по земле. Причем там это интересно, потому что у него не было телевизора, у Якова. Не было мобильного телефона, не было шкафа с переменной одеждой. Не было мягкого дивана, что у него там не было. Не было парикмахерской, где можно было постричься, побриться. Там ясно, что не было солярия, спасалона. Вообще ничего не было, что есть у чрезвычайного человека. То, чем можно развлечься, расслабиться. У него было небо, земля, овцы, дети и больше ничего. И Бог. И он там копал колодцы постоянно. Ходил, копал колодцы. Можете представить, у него не было геодезического инструмента, он не мог там распознать, где вода есть, а где ее нет. Он копал этот колодец Сихемский, близ города Сихема, колодец Якова, возле которого Самарянка Христа встретил. Он в глубину 30, кажется, 4 метра. Представляете, это Якова вырыл. И он его рыл, 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 рыл. Там вопрос, как бы, а когда уже можно остановиться? А когда вода будет? Не знаю. И дальше роет, роет. Знаешь, какой-то 30 метров в глубину, в пустыне, копать колодец в каменистом грунте. Без всякой надежды. Может, будет вода, может, не будет. Может, там на 50 метрах только вода найдется. И он таких колодцев нарыл там целую кучу, дюжинами прямо такие. Вот его жизнь была такая. И он считал, что дни его скудные и малые. Тут у него была просто чистая совесть, потому что люди с нечистой совестью не могут долго находиться в одиночестве, на природе или в закрытом помещении. Я недавно прочел книжку одного священноисповедника, который провел большое количество лет в лагерях. И он говорил, что когда его отправляли в штрафной изолятор, в ШИЗО, то за три дня он там успевал как-то так выжить, продержаться. Там он ходил, там такая холодная камера без обогрева, там он как-то так, чтобы не замерзнуть, ходил, бродил и чтобы ни с ума сойти не сойти молился. А, говорит, хуже всех в этих изоляционных камерах было блатным тех, у кого скверненная совесть. Им нужно постоянно с кем-то там то в картишке шпилиться, то что-то говорить, балагурить, над кем-то издеваться, пьянствовать. Что-то надо делать, между людьми возиться. Как только оказывается один, в ближайшие час-два он начинает сходить с ума. К нему приходят призраки убитых людей, все гадости всплывают изнутри наружу. И он не может быть один. Они там буквально разбивались и головы об стены. Они не могли там сидеть, одного суток не могли выдержать, у кого совесть грязная. У Якова была чистая совесть, он жил в совершенно однообразной обстановке. Он ничем не развлекаться, ему не было чем. Однообразие. Те же овцы, то же небо, то же ландшафт, пустыня, полупустыня, там, значит, с лесополосами. И он жил с 38 лет и считал, что это немного. Что дни его скудны и малы. А теперь гляньте, значит, на современного человека, который успевает, как блоха, пропрыгать по этой жизни, там, 50-60 лет. Ну и люди умирают, это в этом возрасте уже часто, а часто умирают раньше. А что они успели понять за свою жизнь, эту блошиную, скакливую? Прыг-прыг, прыг-прыг, прыг-прыг. То есть дом, работа, санаторий, дом, работа, крематорий. Все. И люди ничего не успевают понять. Понять ничего не успевают. Зачем он вообще здесь оказался вообще? Что нужно было делать? Что не нужно было делать? В чем надо покаяться? В чем надо исправиться? Вообще ничего не понимать. И вот молодой, говорит, молодой. Что значит молодой? В каком-то смысле мы читаем разные книжки. Кто там в 15 лет уже полком командовал? Он же не был молодой. Помните, как там Леуни Красова, мужичок с ноготок, если вы читали, если помните? Как там в лесу раздавался топор дровосека, значит, автор стихотворения встречает там малого в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок, маленького мальчишку. И он с ним там беседует, а это такой маленький мужичок такой, он уже не маленький, он уже мужик такой, маленького роста. Он спрашивает там, а какой тебе годик? Говорит, осьмой именовал. То есть ему, значит, только 8 лет. Или там семья-то большая, но два человека, всего мужиков в ней. Отец мой, да я. Этот прыщ, понимаешь, 8-летний, он уже настал, ему это мужик уже маленький. Он лошадью правит, и там отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Там батька рубит дрова в лесу, значит, а малый возит, значит, там с этой совраской, значит, и там ну, там трогай. Там крикнул малюточка басом, дернул за усы и там за ней пошагал. Мы видим перед собой 8-летнего человека, которыми вообще не похожи на наших 8-летних детей. В 28 лет у нас инфантилом можно быть просто легко. Поэтому вопрос, понимаете, вопрос молодости, это как бы, это вопрос такой, очень шатковалкий такой, значит, допустим, да? Например, там, с точки зрения чисто молодости, например, там девушка в 25 лет, или в 27 лет, например, это, конечно, молодая девушка. Но с точки зрения, как бы, значит, с некоторой другого ракурса, например, там, те, которые 17-летние, они уже моложе. Если она до 25 лет, например, там, носом вертела, как у Крылова в басне, там, невеста девушка смышляла жениха. И там, тот не такой, тот не такой, тот не такой, тот не такой, а потом уже был рад, что вышла за коллегу там в конце. Потому что уже появились другие молодые. А раньше реально девушка 25 лет не вышла замуж, это катастрофа была, это уже на нее смотрели, как на старую деву. Это уже было все. Уже все, тапки приплыли. К ней уже сватов не засылали. А сейчас это все сдвинулось в разные стороны, как бы. Я, например, всегда помню, что дети всегда хотели быть взрослыми. Они играли, там, в милиционеров, пожарников, космонавтов, там, в геолого-разведчиков, в ковбойцев и индейцев. Там, они хотели, там, где-то бегать, прыгать, стрелять. Они хотели, там, действительно, атрибутами взрослости обзавестись, там, побыстрее бриться, побыстрее, там, боском заговорить, побыстрее, там, значит, закурить, чтобы тебя не гоняли, там, дядьки, там, чтобы ты не боялся, как бы, с папиросой выйти на улицу. Хотели, как бы, атрибуты взрослости быстрее. Хочу быть взрослым. Это была общая тема для всех детей, когда я был ребенком. А я только несколько лет назад с удивлением узнал, что многие дети современные вообще не желают взрослеть. Когда спрашивают, ты хочешь быть взрослым? Он говорит, нет. Я думал, он шутит. Спрашивают других, говорит, нет. Нет, нет, нет. Прямо такое слышу громогласное нет со всех сторон. То есть дети не желают взрослеть, то есть они не желают брать на себя ответственность. Они прекрасно понимают, что им классно. Ну, если у них есть папа, мама, и все в порядке, как бы, и они, как бы, сыто, одеты, обуты, как бы, им классно. Они ни за что не отвечают, и они не желают вступать в холодный, жестокий мир, где есть личная ответственность. Они не желают взрослеть. Поэтому, когда им будет 18, 19, 20 лет, они, вроде, будут еще, конечно, молодые, но они будут инфантильно молодые. Что одно дело, молодой, который активный и знает, что хочет, а другое дело, молодой, который, как бы, только, значит, ему нужна мамина рука, там, и папины деньги. Короче, я не знаю, что такое молодежь, на самом деле. Что это, это возрастная категория. Если возрастная, с каких пор до каких она длится. Что есть люди, например, допустим, у Гоголя есть такое выражение, что человек должен до смерти учиться. И если, например, человек имеет талант, вернее, жажду познавания нового, то он и в старости будет молодым. Ну, духом, конечно, не возрастом, но духом. Ну, не знаю, человек, например, время от времени, я понимаю, попадаются такие персонажи, такие люди, там, информация такая, что... А вот такой-то епископ, например, там, уже 65, это где-то под 70 ему было, он овладел игрой на скрипке. Это уже из неживых, из тех, что вообще уже не здесь живут, не на этом свете. Ну, допустим. Это же надо было ему найти время, как бы, желание. В 70 лет хочется, чтобы ты никто не трогал. Чтобы тебе дали стакан кефира, как бы, значит, включили обогреватель, закрыли двери и больше не чирикали возле тебя, возле в ухо. Чтобы ты никто не трогал в 70 лет. На какой скрипке? Посмотрите на своих 70-летних отцов, матерей или бабушек, дедушек, кого они есть. Они не способны на скрипке играть? Нет, у них бензин кончился, они еле живут. Они не знают, как им на аптеку заработать, как бы, значит. Они только ходят и ворчат друг на друга. Если не на кого ворчать, то они в телевизор ворчат. Потому что у них душа отравлена, как бы. Не удавшейся жизнью, как бы, и сил больше нет. Ни на что. А тут смотришь, какой-то там, какой-то мужик там в 60 лет, например, начинает учить японский язык. Оно ему надо. В принципе, не надо, он в Японию не поедет. Ну, просто интересно. Так это молодая душа, понимаете? Потому что у него еще мозги, как бы, гибкие. И у него в душе еще какой-то огонь есть там. Он еще может что-то такое овладеть, усосвоить. А если, например, человеку 20 лет, например, у него потухшие глаза, он не знает, зачем жить. Разве он молодой? Он, как бы, труп, на самом деле. Почему-то умерший раньше времени. Поэтому, как бы, вопрос молодежи, вообще сейчас, как бы, он, вообще, это не возрастной вопрос. Это вопрос состояния души. Вопрос, как бы, такой внутренней потенции на то, чтобы как-то более-менее активно и творчески заниматься своей жизнью. Как бы, вот это и есть, собственно, молодое состояние души. Когда у тебя есть энергия, и ты, как бы, понимаешь, что энергия ограничена. У нас не бесконечный ресурс, и тебе нужно потратить ее в правильном направлении. И будет такое время, когда у тебя энергия кончится. И ты будешь жить на том энергетическом запасе, как бы, или на том позитивном запасе приобретенного, что ты приобрел за время, как бы, такой, твоей гиперактивности. Вот это, собственно, молодежь такая. Значит, вот нас здесь сейчас много, и мы с вами, как бы, наверное, радуемся. Я не знаю, как вы, но, наверное, нам приятно всем, что много людей, которые себя идентифицируют как православных христиан. То есть христиан, принадлежащих православной апостольской церкви, кафолической. И это для них главный маркер самоидентификации. И нас, как бы, много. То есть, ну, вот в этом благословенном заведении стульев не хватило, чтобы вам рассесться. Но потом мы выйдем из этого, значит, помещения. И, знаете, как соль в соломке, как бы, ее много. Но, как бы, рассыпанная по разным блюдам, как бы, она ее вроде и нету, как бы, да. Она услаждает собой вкус любой пищи, но, как бы, ее там не видно больше. Она, как бы, растворяется. Может быть, в этом смысл и есть. Вот. Но так вот в мире нас немного. Нас, по крайней мере, не очень видно. Есть, например, у нас много вузов, в которых есть домовые храмы. Домовые, да, это и вузовские храмы. Знаете, мы знаем, что должны быть приходские храмы. Понятно. Мы знаем, что есть храмы там монастырские. Это понятно. Монахи не могут без богослужения. Мы знаем, что должны быть храмы обязательно, эти самые, кафедральные соборы, там должны быть торжественные богослужения правящего архиерея проходить. Но еще должны быть храмы гарнизонные. Храмы должны быть больничные, кладбищенские, тюремные и школьно-студенческие. То есть, и у нас сейчас такая ситуация интересная. У нас, если не в каждой, то почти в каждой тюрьме, наверное, в каждой уже. В тюрьме есть или храм капитально построенный, или молебные комнаты, комнаты молильные, где можно совершать таинства и обряды. Ну, молиться, собираться, разговаривать. В каждой тюрьме. В больших войсковых соединениях, военных училищах у нас тоже есть храмы, или капитально построенные, или домовые, приспособленные для таких же самых нужд. Очень много храмов в больницах, потому что там реально люди становятся на грань жизни и смерти. Если они уже здесь молиться не будут, то говорить больше не о чем. Больничные храмы – это очень важно. Меньше всего у нас храмов студенческих, ученических таких вот, школьно-студенческих. Меньше всего. У нас на кладбищах храмов много, в тюрьмах много, в больницах много. А в университетах, институтах нет. В целом тренд сохраняется такой, что наша молодежь, в принципе, еще пока что, еще очень мало лет прошло. Прошло там всего лишь каких-нибудь 25, там меньше, ну 30, там не знаю, лет, смотря откуда отсчитывать. С тех пор, как мы можем свободно проповедовать, учиться, собираться, организовываться и так далее, планировать свое будущее. Еще очень мало времени прошло. Но, в принципе, тренд такой, что из всех таких специализированных храмов меньше всего их в институтах и университетах. И даже там, где они есть, они пустые. Вот я видел в некоторых таких благословенных, славных, интересных заведениях, таких учебных, прославленных исторически, такие со своей историей. В Москве несколько раз я был, вот храмы, заходил, там все, службы там служатся. Туда не ходят студенты, которые там в этом вузе учатся. То есть там, может быть, студентов в этом вузе, может быть, там 10 тысяч, может быть, какой-нибудь там, помнить, в Плехановском там университете там или еще один-нибудь такой, или ВШЭ огромный. А вот, допустим, там храм, например, при вузе каком-нибудь, да, а там вообще никого. И вот нас вроде много сейчас. А с другой стороны, посмотришь, как бы, а нас вообще нету, как бы. И тоже, как бы, ты теряешься в этих оценочных суждениях. То есть так нас много или мало, как бы, я вот не могу понять. Вот. И мы еще молодые или мы уже не молодые? То есть, как бы, тоже трудно понять, кому это даже... Вот. Это все-таки расплывчатые такие убегающие категории. Вот мы начали сегодня с вами в храме говорить о том, что... О том, что наше присутствие на литургии должно быть разумно-сознательным, осознанным. И должно быть гласным. Не сердечным только и умственно-сердечным, а гласным. То есть мы с вами не исихасты, мы не молчальники. Мы должны говорить. Отверзу уста моя и наполнится духа. Вы слышали такие слова в Ирмосе Богородичного канона? То есть по мере открывания уст они исполняются духа. И вот нам нужна, например, эта задача для молодежи церковной. Когда-нибудь эти старушки, на которых церковь держалась... Это же хорошие слова сказал приз напоминаемый, блаженной памяти Алексея II Царством Небесное. Он говорил, что там церковь спасли белые платочки, да? Но все это... Времена приходят и уходят. Времена меняются. Сегодня уже другое время. Уже белые платочки никого не спасут, а их уже не так много в церквях осталось. Уже время как бы вытеснить эту генерацию христиан естественным ходом истории, событий другой генерации христиан. И уже в этой новой генерации должны быть уже и молодые, и старые, и юные, и многодетные, и бездетные и так далее. То есть, и вот мы, новая генерация христиан, которая пришла взамен тем, которые еще помнят советскую власть, со всеми ее прещениями, страстями и тяжестями, мы должны уже по-другому строить свою церковную жизнь. То есть, вот именно с точки зрения такого литургического творчества, это уже зависит, конечно, от духовенства приходского. Вот я много раз повторял, еще раз повторю, при случае, патриарх наш уже давно говорил, надо, чтобы люди вернулись к общецерковному пению. Надо, чтобы церковь пела вся. Это очень тяжело. Это и сказать-то тяжело, потому что многие не понимают, а зачем. Вот стоит на хоре три человека, первый тенор, второй тенор и баритон, и хватит с вас. Пусть они поют, а вы стойте молча. А ты молчи и стой, а они поют. Да, действительно, бывает так, что захочешь подпеть, тебе заткнут рот. Что ты тут, понимаешь, распелся? Он хор поет, а ты и сихаст, ты молча молись. То есть, умные молитвы молись. А патриарх давно говорил, нам надо всем потихонечку прийти к тому, чтобы мы пели. Это очень трудно достичь, например. Я вот об этот пенек уже бьюсь колесом. Уже много лет подряд, и с большим трудом не могу его объехать никак. Не стереть, не объехать. Сначала нужно научить людей читать вслух. А самые простые и доступные тексты. Вот три святые по отче нашу. Читаем вместе, все вместе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Ты сам вдруг начинаешь слышать себя. Это я, мой голос, я сам себя слышу. Ты начинаешь слышать голоса других рядом, потому что надо читать так, чтобы читали все одной душой, в одном ритме, одним дыханием. И ты чувствуешь, что никому не мешаешь, никуда не выбиваешься, и мы превращаемся в единство хора. То есть, хор – это же некое такое священное единство. Вы никогда не задумывались, например, отчего так сладко замирает сердце, или такой восторг в душе возникает, когда ты смотришь, например, на парад. Когда в коробке, например, идет, например, 10 на 8, например, 8 красавцев одного роста, и чеканят шах, как один организм. И раз, поворачивают голову в сторону какой-нибудь трибуны. Понимаете, когда грудь широка, как бы лицо молодое, красивое, как бы все мощное, и все как один человек. Это ангельское единство. У ангелов нет родовых свойств. Смотрите, у людей всех одна и та же природа. То есть, у вас почки и печень, там, глаза, уши, значит, две ноздри. И у меня почки, печень, глаза, уши, две ноздри. В этом смысле мы одинаковые. То есть, вам помогает вот это от сердца, и, видимо, мне от сердца это тоже поможет, потому что у нас сердца одинаковые. Ну, в смысле, как мускул, как мышца. Вы от одного Адама и Евы там в длинных поколениях родились, и я оттуда же. Из одних ворот весь народ, короче. Понятно? А у ангелов нет. Они не рожались, не кормились, не вынашивались, не колысались, там, ни то, ни сё, ни пятое, десятое. У них нет родового единства. И мы по роду друг другу, братья. Я знаю, что такое голод, ты должен пожалеть голодного. Мне это понятно. Ангел не знает, что такое голод, ему, в принципе, можно голодных не жалеть. Он вообще не понимает, что это такое. Что такое не выспаться, что такое зуб болит. Что такое сыну двойку поставили в школе, что такое дочку в школе обидели. У ангелов вообще этого нет. Что такое старенькая мама, например, плачет о глупых детях, например. У ангелов ничего этого нет. Они вообще могут смело не понимать вообще нас. Потому что им нечего в нас понимать, у них этого нет. Они все как бы взяты, каждый в отдельности. Для того, чтобы им согрешить, чтобы людям согрешить, нужно было Адама обмануть и отравить. И отравленный Адам нарожал отравленное потомство. Мы все отравлены от Адама ещё. Потому что по этим кровотокам, по этим каналам родовых связей в нас перетекает грех и беззаконие во всех людей на всей земле. От одного нашего праотца Адама, от одной нашей праоматии. У ангелов такого нет. Чтобы ангелы согрешили, нужно, чтобы каждый ангел согрешил в отдельности. Ты согрешил, я не обязан грешить. У меня с тобой ничего общего нет. Они тоже по отдельности взятые все. Поэтому нужно каждого в отдельности соблазнить. Они вообще как бы особи отдельно взятые. Без родового единства. А какое единство у них бывает, возможно? У них возникает единство хора, когда они поют все вместе. Когда Михаил даёт им тон. Он же начальник Трисвятого Пения. Он говорит, Трис и Соль, они там, Святый Божий, там все ангелы. В это время они все поют одно и то же. Все вместе. В это время они полностью едины. Единство общего дела. Это единственное дело, которое делает ангелов вместе. Со стоящими вместе. Во всем остальном они все разные. И от нас, и друг от друга. У них есть единство послушания. Единство общего дела. Единство хора. Единство войска. Когда войско выстраивается в фалангу, или в шеренгу, или в клин, или в черепаху, или в коробку. Почему на это завороженно смотришь на это все? Потому что в это время люди совершают ангельское единение. Единство общего дела. Понимаете? Так вот, когда мы поем на службе вместе все, в это время мы можем актуализовать, сделать ощутимым и видимым для всех и для себя. Единство общего дела. Потому что иначе, получается так, как я сказал в храме. Люди могут приходить в храм, каждый опять-таки для себя, по своим нуждам. Ну, мне надо, у меня там девятый день. Ну, мне надо, у меня там день ангела. А мне надо, у меня там сын заболел. А мне надо, у меня там дочка экзамены сдает. Как бы собрались люди ситуативно, как в автобус. Вы когда в автобус едете, вы все вместе, но у вас там нету братьев. Сейчас дверь откроется, мы все выйдем. Ты на них всех смотришь, как на случайных соседей. И в церкви тоже может быть такое. Соседство случайно зашедших в автобус. А надо, что? Это совершенно невозможно, если все поют вместе. Все читают вместе. Все слышат, что поется, и все понимают это. Это нужно просто в лепешку разбиться, чтобы этого добиться. Потому что люди не привыкли к этому, они не знают, как это вообще добиться. И нужно постоянно, значит, надо, чтобы все мы с вами для себя сделали задачу. Задачей жизненной, настольной книгой, может быть, какую-то книжку. И задача такой – вникнуть глубоко в понимание богослужения. Чтобы мы знали, что такое стихиры на хвалитях, стихиры на стиховне. И то же самое Тресвятое Паучина, что же Псалом Покаянный. И Псалом-то 142-й, Господи, услышу молитву. Чтобы какие-то опорные вещи, допустим, тропарь храма, где мы собираем. Допустим, вот я хожу, например, все время в Никольский храм. Я просто обязан знать тропарь Николая Чудотворцу. А если батюшка, который там настоятелем, немножко проснется, то он знает, что все знают, прихожане, все знают тропарь Николаю. То он бы так делал на службе, что когда приходит время петь тропарь Николая, чтобы здесь храм пел этот тропарь. Чтобы видно было, что здесь все свои, все знают Николая, все в этом храме понимают, что к чему. Это задача величайшая, потому что до сих пор мы разданы эгоизмом. Мы как бы ходим, даже в церковь святую, когда мы ходим, каждый ходит для себя. И некоторые даже такие фокусники говорят, я так люблю, когда в церкви мало людей. Как бы, значит, я приду, как бы, они что-то, что они поприходили сюда в церковь? Тот стоит рядом, тот мешают мне, понимаешь, сосредоточиться. А я приду, постою, помечтаю, свечку поставлю, подумаю о чем-то хорошем. И ухожу, как бы, да. А эти еще тоже поприходили, понимаешь. Есть же такие фокусники, они же просто не научены, это же мы же их не научили. Или мы их учили, но они заткнули уши и ушли. Не захотели слушать. Есть же такие тоже люди. Поэтому я думаю, что одно из наших главных дел, нашего поколения христианского, это заново открыть для себя богослужение. Заново открыть для себя богослужение. Вот ту сельскую хату, в которой, представляете себе, вся семья поет. Вот, и священник приходит, например, вот на тот же Ярданский молебен, пришел со святой водой в дом к своему, к своим прихожанам, и его встречают тропарем ярданским. Он только дверь раскрыл, говорит, можно к вам зайти? Можно. Во Ярдане крещай. И поехали. И он говорит, посмотрите, как это красота. И как это легко на самом деле. Или вас позвали, батюшка, пойдемте, там у нас годовщина, там, как наш дед помер. Можно на кладбище ездить? Можем. И ты приезжаешь с ними на кладбище, никого ни с собой не берешь, ни псаломщика, ни хориста. Говоришь, благословен Бог наш. А семья там собралась, там, дети этого покойника, внуки покойника и правнуки покойника. Человек семь-восемь их стоит возле могилки. И они, аминь, садухи праведны, скончавшихся. А вот они все и поют. Душу раба твоего спаси упокоит. И ты стоишь с ними. И мол, они поют литию за своего деда, вот костями лежащего здесь, душой там где-то в другом месте находящегося. Это разве трудно? Нет. Это же... Вся трудность здесь, что просто как бы... А нам никто не сказал. Так вот мы сейчас должны сказать такие какие-то вещи, такие сладко-приятные, такие. И совершенно элементарно простые. Чтобы нам было чем заняться. Вот, например, вы же вспоминаете своих родных и близких, правда? Вот надо, значит, выучить как бы элементарно, как бы, христианскую литию. Тропари, садухи праведных, там, помилу нас Божием, маленькая ктенья, там, со святыми упокой и вечная память. И пойте себе их, пойте. Идите на учебу в Томитрое, там, со святыми упокой. Чтобы от вас вперед коронавируса все увеличили санитарную дистанцию. Думаю, кто-то сумасшедший. Ну, а что, пойте Богу нашему, пойте. Пойте, цареве нашему, пойте. То есть, как бы, нужно с разных боков церковь узнавать. Понимаете? Например, вот представьте себе. Заболел у меня псаломщик. В принципе, я должен иметь у себя в храме среди молящихся еще одного, двух, трех, пять, пятнадцать. А в результате, а в крайнем случае, почти всю церковь. Чтобы, я говорю так, Ольга Петровна, сегодня заболел там вот псаломщик. Становитесь, вы читайте третий час. Чтобы она говорила, Боже, что читать? Где читать? Я не знаю, что читать. А где тропарей? Я не знаю. Чтобы она говорила, да, хорошо, все. Потому что она должна знать. То есть, по идее, моя задача сделать так, чтобы мои прихожане были взаимозаменяемы. И чтобы они и на клиросе, и на месте чтеца, они знали и понимали. Это часослов. Часослов. Он зачем нужен? Для того-то, того-то, того-то. Я знаю. Вот сейчас будем читать. Сейчас будем вечернюю служить. Или девятый час читать перед вечерней. Чтобы это мог знать каждый. Вот так вот. Просто так вот. Вот так вот. Как удочка кинуть. Вот вставай. Встал. На. Читай девятый час. Какой сейчас надо час читать? Ну, сейчас уже поздно читать часы. Уже девятый час читается в три часа дня. Сейчас можно вечернюю читать или по вечере. По времени. Без 15 и 6. Что сейчас? По вечере. Ну, читай по вечере. Ты нашел спокойно и пошел читать. Это не трудно. Просто этим надо заниматься. Это называется литургическое образование народа Божьего. Чтобы народ не стоял, да, вот так вот. Смотрел, значит, в святое место тупыми глазами. И так что-то думал. Что там происходит, как бы. И чтобы, как бы, мне не должно это нравиться. Если я священник, я должен понимать, мне приятно, когда я оборачиваюсь людям с этим мир вам, чтобы мне было приятно посмотреть. Что они все с огоньком, они горят, они знают, они любят. И когда я им говорю мир всем, а чтобы я слышал от них и духами твоему. Это же моему духу вы пожелаете тоже. Я даю мир вам. Мир вам. Что такое мир? Христос мир наш. Сотворившая боя воедино. Расстоящая со собравой. Я вам мир даю. Реально даю мир. Знаете, как однажды английский путешественник говорил, как они ехали по пустыне какой-то там. И он был с бедуинской какой-то группой арабов, и сам был одет как араб, замотанный тряпками от этого песка, от этого ветра. И на верблюде ехал, его не разберешь издалека. И на встречу им едет другая группа бедуинов. И эти, в которой был он, говорят тем, говорит, мир вам. Вы знаете, как будет мир вам по-арабски, да? Салам алейкум. А эти отвечают им алейкум ассалам. То есть и вам мир. А потом они съезжаются ближе, и вдруг те вторые, говорят, а у вас здесь есть чужой. Отдайте нам наш мир. То есть вы нам сказали, мир вам, а мы говорим вам, и вам мир. Ну, собственно, и духове твоему, по сути, то же самое. Ну, диалог такой, да? А потом смотришь, а у вас там чужак какой-то. Наш мир, пожалуйста, нам отдайте. Какова процедура отдавания мира обратно, я не знаю. Но Христос говорит в Евангелии именно так. Он говорит, в какой дом заходите, говорите, мир дому сему. Если там будет сын мира, то мир ваш на них останется. Если там не будет сын мира, мир ваш к вам возвратится. То есть, когда мы говорим мир вам, мы реально даем человеку мир. Надо его принять. Допустим, там, знаете, как, говорят, будьте благословенны. Человек говорит, аминь, принимаю. Понимаете, очень важно, когда ты отнесешься к тому, что сказали. Он говорит, да чтоб ты сдох, да не сбудется этого, Господи. Ну, допустим. Важна ваша реакция. Важна ваша реакция. Говорит, чтоб тебе это начало, чтоб ты провалился. Говорит, Боже, сохрани. Да не будет этого. Говорит, воробей вспорхнет, ласточка улетит, незаслуженное проклятие не сбудется. Это вам защита на будущее. Вас кто-нибудь захочет, как бы, словом можно вообще стереть в порошок человека. Словом можно покалечить, убить, травмировать. Вас кто-нибудь проклянет, а вы в это время скажете слова Соломона. Воробей улетел, птица вспорхнула, слово проклятие злое не сбудется. А если он говорит, дай Бог, чтобы ты, ты там смотришь, например, ты не вышла замуж, а подружка вышла, и ты опять не вышла замуж, а подружку уже родила. Ты снова не вышла замуж, а подружку уже второго родила. А ты приходишь к ней, как бы, и радуешься за нее, а у тебя червяк в сердце, потому что ты какая-то не такая, а она как-то ей лучше, чем тебе. У нее все, как бы, правильно, у тебя чуть-чуть кривобоко. А она тебе говорит, дай Бог, и у тебя будет. Дай Бог, ну ты подожди, ты не скорби, говорит, Господь добрый, Господь и тебе даст. А ты что должна сказать? Аминь, принимаю, дай Бог, хорошо. Надо принимать благословие, уметь принимать его. Так, как этот, из Арбеков, да, у нас есть такой, филолог такой православный, он говорит, что где-то он там рассмотрел, там в Азербайджане, там же раньше были, там на Кавказе было православие, до исламского нашествия были православные. А потом уже 6-7-8 век там их всех в ислам потянули, и они там остались до сегодняшнего дня. Вот, допустим, столица Дагестана, один из городов дагестанских, Дербент, это была крайняя граница Византийской империи. То есть там все было православное. И те люди, которые сейчас живут где-нибудь, там, скажем, условно говоря, там в Махачкале, например, в Дербенте, вот на этом месте еще в 5-м веке, в 6-м веке там были все православные христиане. И там многие какие-то традиции остались. И вот этот из Арбеков говорит, что у нас, говорит, я заметил такой обычай, если, например, студент сдал, например, на 5 какой-то экзамен. Считается, что он у него благословен. Он выходит, и люди так поднимут, как вы сегодня под Евангелие, я кладу Евангелие на голову, а вы, как рыбки в аквариуме, сбегаетесь к ногтю. И, говорит, выходит пятерышник, говорит, сдал, сдал, что, 5, и сразу не раз ему головы все, чтобы он положил руку на них, чтобы он передал им благословение. То есть ты сдал, у тебя благословение на тебе. Он говорит, это у них такие студенческие традиции в Азербайджане. Хератония прям, рукоположение прям. То есть передай мне благодать твою. Передай мне. То есть тебе дал Бог благодать. Дай мне. Он на нее не всем передает. Он кому-то одному, кому успел, там, первому положил на голову руку. Это считается, что он дал ему, типа, как благословение. А у нас, когда девушки выходят замуж, невеста кидают веночек за спину. А эти там незамужние ловят его, значит, как в волейболе. Это что такое? Это тоже передача благодать. То есть у тебя есть благодать, ну дай мне. Через что-то нужно дать. Как Елисей ей получил благодать от Ильи через милоть. Ну верхнюю накидку. Он бросил ему сверху эту верхнюю накидку. На небесах ему же накидка не нужна. И он ему кинул ее сверху вниз. И этот самый Елисей ее взял. И этой накидкой там разделил воды, ручья. Где Бог Ильи? Обхой. И получил в два раза больше сил. То есть нужен какой-то материальный знак благословения. То есть прикосновение, поцелуй. Там тот букетик вот этот свадебный. Это тоже на самом деле символ. Это не шутки. У людей в жизни шуток нет. За каждой шуткой стоит какой-то символ. Какой-то символ какого-то духовного закона. Вся жизнь этого состоит. Поэтому очень бедные и глупые люди, которые этого не замечают и не хотят замечать. Ничего не понимают. Так вот у нас такое как бы... Я говорю, мир вам. Я реально даю вам мир. Мне Бог дает, а через меня Бог дает вам. Мир вам. А вы обязаны стать духами твоей, духами твоему. То есть и твоей душе, и твоему духу. Я должен дать вам и от вас получить. А получается, что как бы священник дает, ничего не получает. Мир всем. На хорах поют ему и духами твоему. Но он не им дал. Он вам дал. Хор сбоку стоит, а люди перед ним стоят. Говорят, вам мир. А эти ему сбоку, говорит, духами твоему. Вы молчите. Вы сейчас молчите. Я не вам дал, как бы, да, по идее. Это же неправильно. Это все равно, чтобы выйти, например, там, хор на балконе, говорит, мир вам. А они там, и духами твоему. А эти все молчат. А у нас так получается. Это что за служба, как бы? Это неправильно. Это просто как-то так, как-то до обидного неправильно. Поэтому надо хотя бы с этого начинать. Псалом 50-й, вот тот же, например, вот что-то уже знают все из тех, кто пару лет ходит в церковь. Читайте его вместе. Там что-то еще вместе. Мы же поем символ веры и отче наш вместе. Кстати, до удивления у греков полностью наоборот. У них все поют, а отче наш читают и верою читают. Один человек выходит, избранный, причем из духовенства назначается кто-то там, или мирянин, или из духовенства, и читают. А если патриарх на службе, патриарх читает верою. Один. Патриарх вообще на службе должен читать, или епископ на службе должен читать по греческим обычаям, с подоби Господи, словословие великое, а три святое по отче наш, псалом предначинательный, шестопсалмия, совершенно верно, словословие великое на литургии, символ веры и отче наш. Поэтому наши паломники, когда в храмах бывали еще с 18-19 века, когда видели епископ, почитающий шестопсалмы, думали, что псаломщик. Это вообще великое достоинство читать шестопсалмы. Кстати, шестопсалмы нужно знать всем, читать, уметь всем. Чтобы, повторяю, ангина скосила чтеца нашего любимого какого-нибудь, или что-то еще. Или, ну, мало ли что, а службу служить надо, значит, нужно, чтобы каждый мог. Он говорит, сегодня читай там, Наташа, читай сегодня ты. Он говорит, хорошо, взяла и прочитала. Ну, может быть, там где-то что-то в чем-то ошиблась, запнулась. То есть нужно литургически образовываться. Это, конечно, нужно легче всего делать там, где духовенство в этом заинтересовано почему-то. И вот постепенно мы будем идти к этому благословению, которое Святейший сказал, что нужно, чтобы пели все. Это, я вам честно говорю, вы просто этого никогда не слышали, может быть. А, может быть, слышали, тогда вы знаете, что я говорю. Что это совершенно другая служба, когда поют и читают все. Это значит, что все понимают более-менее, что они поют. Что одно дело, когда ты просто слышишь, а другое дело, когда ты сам в этом участвуешь. Вот. И это наша задача такая литургическая. Чтобы мы понимали богослужение и любили его. Это как в науках, знаете. Вот. Есть такие вещи, которые сначала нужно полюбить, потом поймешь. А есть такие вещи, которые нужно сначала понять, а потом полюбишь. Вот, например, математику нужно сначала понять, а да ее полюбишь. Потому что она как бы это какой-то темный лес непонятных цифр. А если какой-нибудь талантливый педагог тебе объяснит красоту математическую. Потому что в математике есть огромная красота. Это, по сути, как в музыке, как в шахматах. Там есть своя поэзия. Если тебе это смогут объяснить, и ты влюбишься в математику. И будешь великий человек. Будешь строить мосты, новые здания. Будешь ремонтировать дороги, будешь проектировать церкви. Ты принесешь людям огромное количество пользы, потому что тебя научили понимать невидимую глазу красоту. Умную красоту. Вот там красивые шторы, красивые занавески, красивые чулки, красивые носки, красивые листья, красивый дождь. Это все ты видишь, кошка на подоконнике тоже это видит. Это вам обоим красиво. А в математике есть умная красота. И ее так вот сразу не съешь. Ее надо понять. Если поймешь, полюбишь. И в церкви также. Вот эти все наши лампадочки, свечечки, значит, и крапила, значит, и крапила, это для маленьких детей. А вот умная красота церковная заключается в словах богослужения, в словах Евангелия, в словах апостола, которые в прокимнах. Тоже еще интересная вещь. Надо целый цикл проповедей написать или стать про прокимны. Прокимны – это вырванный специально, намеренно взятый, изъятый кусочек из псалма под данную тему. Там, мученикам или усопшим, или тому и тому празднику. Это целая песня. Вообще на одних прокимнах можно полжизни прожить, наслаждаясь радостью, которая в них заключена. То есть нужно для себя раскрыть умную красоту церкви и богослужения. В этом смысле должны быть помощники из числа духовенства, в крайнем случае книжки. Нам надо читать. Этому способствует, например, наличие в Москве метрополитена. Чем еще заниматься в Москве в метро, если вы, например, на работу едете или на учебу час-полтора, и столько же обратно. Я не шучу, я серьезно говорю, еще в бытность мою студентам-курсантам, как легенда некая, из уст в уста передавали имя одного преподавателя, который, условно говоря, за 10 лет работы, проводя в метро полтора часа туда, полтора часа обратно, в транспорте, значит, подземном-наземном, до работы и с работы, там, 3 часа в дороге, успел выучить несколько иностранных языков. Поэтому не говорите, что у вас времени не хватает. То есть вы можете, например, через 5 лет стать специалистом по испанскому, а потом стать лучшим переводчиком Дон Кихота Ломанческого. И потом получить Нобелевскую литературу за перевод и уехать в Испанию на постоянное место жительства. И все-то только из-за того, что вам на метро очень долго было ехать до работы. А вы были человек упертый, трудолюбивый, как бы, вы просто взяли и выучили. У нас очень много времени просто ушло коту под хвост. Еще сколько уйдет коту под хвост? И мы жалуем, что времени не хватает, это дудки, это вранье. Нет желания просто, нету желания, нет энергии. Из вопроса, чему посвятить свое время, вот этому или этому. У нас образ жизни, образ счастья бравого солдата Швейка. Помните, что такое счастье в понимании солдата Швейка? Это съесть двойную порцию фасоли с мясом, лечь на диване и ковыряться в носу. Все. Дальше мысль Швейка не шла. То есть здесь начинался рай, и Швейку больше ничего не нужно. То есть если жизнь со жизнью солдата Швейка, то, конечно, придется быстро постареть и понять, что жизнь моя или ты приснилась мне. Я ли это, значит, осенний свежий ранью проскакал на розовом коне? То есть на нашем поколении, на вашем, на нашем, уже лежит задача передавать уже что-то. То есть нам ничего не могли передать толком. Те, которые передавали, они известны по именам. Это люди, которые прошли через психушки и лагеря, которые служили под страхом тюремного заключения. Это очень быстро забылось. Как вот недавно, не так давно один из старейших пресвитеров в нашей церкви рассказывал... Ну, это не секрет, это здесь Владимир Деваков рассказывал духовенству за столом, после на празднике. Как он помнит, как приходили из лагерей епископы в хрущевскую амнистию, например, или раньше еще, в 50-х годах, где-то там, может быть... Не помню там хронологию, могу я ошибиться. Приходили епископы, одетые, ну, лагерники, бритые, в фуфайках. Пропотел их. В страшных башмаках. И они приходили, они боялись в алтарь зайти. Потом, когда уже начинали служить, они были настолько изголодавшиеся по службе, что они просили, чтобы им дали служить. Все, что можно только заслужить. Крестить, крестить, причащать на дому, причащать на дому, соборовать, соборовать. Молебны, панихиды, водосвятия. Дайте мне все. Уже не имели великую жажду. И они как бы прожили. А потом, говорит, стоит, допустим, владыка в алтаре. А у него башмаки. У бомжей сейчас нет таких башмаков. Такие лагерные, такие, восьмикилограммовые башмаки. Такие, знаете, такие, из кирзы такие, такие, жужженькие. Говорит, владыка, ну стыдно смотреть на это, как архиерей стоит в такой страшной обувке. Говорит, владыка, давайте мы вам купим туфли. Говорит, не, сынок, нельзя. Меня же могут, говорит, забрать в любое время. Они же жили после этого со страхом того, что их заберут прямо сегодня. И ходили с тревожным чемоданчиком. У многих людей был тревожный чемоданчик. Стоял, в коридоре стоял. Свежая смена белья, какие-то с сухаритом, еще какие-то носки, какие-то письменные принадлежности. На всякий случай. Чтобы тебя берут, а тебе собираться не нужно. Ты берешь чемоданчик и понура пошел как бы на следующий этап. И такие были епископы в нашей церкви, которые говорили, сынок, если ты мне купишь хорошие туфли, а меня сегодня ночью заберут, то блатные из меня эти туфли снимут сразу на пересылке. Или в этом самом, в вагоне, допустим, если будем ехать по транспорту. Или в тюрьму общую камеру посадят, там блатные из меня это снимут тут же. А на такие страшные башмаки никто не позарится. Так они и ходили в этих страшных башмаках. И все время ждали, что их придут и заберут обратно. И были смиренные и смиренные. И молитвенные и молитвенные. И когда говорили у отчина, что плакали как дети. И когда служили литургией, то были как бы как на небе. Такие вообще поверить не могли, что церковь сохранилась. Что церковь сохранилась, потому что она почти исчезла. А она не исчезла. Она сохранилась и разрослась и так далее. Но когда мы это все очень быстро забыли, потому что забывается почему-то очень быстро, самый важный этот такой великий опыт общий. И вот мы это новое поколение, которое этого не знает ничего. Мы никаких страхов не знаем, кроме ковида. То есть нас так легко напугать сейчас. Вот эти люди, которым всю жизнь тюрьма висела. Которых там по ночам снились эти все эти бараки с уголовниками. Понимаете? Эти лесоповалы с этими... Ну со всеми этими вертухаями и овчарками этими. Которые там штаны им драли там. Это была вся церковь такая. Это уже ушло. Нам теперь только нужно читать, узнавать и удивляться. И почитать новомучеников. Как у вас почитается в храме Ховринский. Там в Россий, Александр. Преподобномученик, священномученик. Там священники и романах или егубен. Кто отец в Российне сдал. Я точно не знаю. Значит, почитание новомученика. Это тоже наша задача. То есть мы должны уже будем передать что-то другому поколению. Через семью, через образование, через то-то, то-то. То есть на нашем, уже на нас как бы лежит какая-то такая уже своя миссия. Кто-то должен был просто сохранить веру и просто выжить. То есть выжить и сохраниться. А кто-то уже должен распространиться. Уже укрепиться и расшириться. У нас вот в этих вузах, в которых мало. Сейчас молодежь вузовская пока что еще молиться не очень хочет. Конечно, в каждом институте есть верующие девочки и мальчики. Но их, они общей погоды не делают. Не делают. А это будет следующий этап развития наших церковно-гражданских отношений. Вот. А вот представьте себе, например, это тоже мысль. Я ее часто повторяю. Еще раз вам повторю на всякий случай. Вот. К нам в большие города, миллионники, там где есть большие вузы. Разного профиля. Там инженерные, медицинские, там какие хочешь. Приезжают много иностранных студентов. И при Союзе приезжали. И сегодня тоже приезжают. Там из Африки, Азии, там из ближнего, дальнего зарубежья приезжают учиться. Приезжают самые разные люди разных культур. Представьте себе, если мы будем как-то молиться об этом. И стремиться как-то помочь этому процессу. Чтобы все люди, которые приезжают из Анголы, Эфиопии, Индонезии, там из, не знаю, там, откуда хочешь, короче. Из того же, там, Китая, Японии, там, из Австралии, там, не знаю, там, из Латинской Америки. Чтобы они здесь за время освоения своей профессии, русского языка, всех этих там важных вещей. Чтобы они еще узнали православную веру. И полюбили ее. Да? Выучили русский язык. Там схема очень простая. Выучили русский язык. Потом прочитали Достоевского. Братья Карамазовы. А потом пошли и покрестились. Даже после Достоевского невозможно не уверовать. Это, кстати, вот 200 лет со дня его рождения. Это очень важная фигура нашей культуры. Люди вообще делятся на две части. На тех, кто читал Достоевского и не читал Достоевского. Вот, если здесь, не поднимайте руки, кто не читал Достоевского. Не надо. Но имейте в виду, что вам нужно будет в ближайшее, до Рождества Христова, или там, до Нового Года, прочесть преступление и наказание взрослыми глазами. Потом можете сразу брать или Бесова, или Идиота. А может быть, сразу братьев Карамазовых. А потом нужно будет прочесть еще раз всего Достоевского полностью. В ближайший год своей жизни. Обязательно. Потому что вы не русские люди, если вы это не читали. Вы просто не русские люди. Вы какая-то нерусь какая-то. Вы просто русскоговорящие иностранцы. Да, потому что тут недавно читаю статью. Какой-то молодой испанский философ, 25 лет, закончил какой-то факультет философии. Испанец. Мексиканец, вернее. Но испаноязычный. Он прочел Достоевского. Все, через два года он принял православие. У него больше нет других целей в жизни, как только распространять православную веру по Мексике. Достоевский – это самый большой миссионер в нашей церкви. У нас миссионерствует Достоевский и женщины, выходящие замуж за иностранцев. Это наш миссионерский отдел. Вышла какая-нибудь дама, например, за Алжирца. Уезжает в Алжир. Потом покрестит этого Алжирца с трудом, с горем пополам, лет через пять. Потом детей родят. Детей покрестят. Где-то храм найдет непонятно где. Там самый ближний. Километрах в трехстах от ее дома. И будет туда ездить. И заставить своего Алжирца жертвовать на этот храм. И будет там миссионерствовать эта женщина, вышедшая замуж за Алжирца. Если она выйдет замуж за ливанца, будет то же самое в Ливане. Если выйдет замуж за изарельтянина, будет примерно то же самое в Израиле. Ну, с разными историческими сложностями, свойствами каждому региону. То есть, наши женщины, выходящие замуж за иностранцев – это такой миссионерский полк. Добровольцев, которых никто не посылал, они сами поехали. Разносить, сами того не зная, православие по стране, по миру. И Достоевский – это наш миссионерский отдел. Представьте себе, человек приехал сюда, например, на врача учиться. А ему повезло, например, у него были товарищи такие по группе, которые скажут ему там, слушай, давай зайдем в церковь. Говорит, ну давай. И зайдем там, и там что-то там, а что это, а что это, это как, это зачем. Ну как тебе там, а мне понравилось там такое. А потом что-то еще, а потом еще. А потом что-то его там возьмет и тронет его там, прикоснется к нему Господь. И он, вы знаете, что эти люди будут лучше, чем мы. У них будет то, чего нету, у неофитов всегда есть больше. У тех, кто уверовал вот сегодня, вот сейчас, вот причем пришел из совершенно далекой страны, из какой-нибудь невозможно удаленной от нас в культурном отношении, они будут иметь самый свежий взгляд на историю, на мир и на свою веру. Это наша историческая задача. Потому что каждый год к нам приезжает из-за рубежа несколько миллионов иностранцев, и каждый год уезжают те, кто закончил образование и уходит себе на родину. Ну какая-то часть остается, опять-таки, женившихся, вышедших замуж. Какая-то часть остается. А в основном они пять лет отучились, или шесть лет там, и обратно, и обратно. Несколько миллионов. Если бы эти несколько миллионов уезжали отсюда православными людьми, представляете? Какая-то задача великая была. Как мы бы вбрасывали в это соленое море человечества, опреснитель такой, значит, такие большие многомиллионные порции православных людей, молодых специалистов, которые бы разъезжались по своим родинам, уже унося с собой веру. Они бы уже читали, значит, молитву Серафиму Саровскому, тропарь оптинским старцам, значит, такой. Они бы уже помнили, что они были когда-то в Троесергиевой лавре, и в Дивеево, и на Соловки там ездили. Они уже все это знают, любят, больше, чем наши, природные, здесь родившиеся, ничего не хотящие, и ни к чему не прилепившиеся. Это было бы великое дело. То есть одно только студенчество наше могло бы перевернуть жизнь мира в течение пяти-шести лет. Если бы у нас это получилось. Что нам нужно сделать, чтобы молодежная работа как-то продвигалась, чтобы, может быть, ребят было больше в храме, и в принципе молодежи, чтобы было больше в храме. Хотя здесь, конечно, всего немного молодежи, но хотелось бы, наверное, еще больше. Какой совет вы дадите всем, кто отвечает за работу с молодежью? Уже то, что у нас есть, это где-то максимум того, что может быть. Понимаете? То есть от нас требуют. Мы сами бы хотели, чтобы все было лучше, гораздо лучше, чем оно есть. Еще больше, еще лучше, еще красивее, еще многолюднее, многоводнее, полноплоднее. Но все-таки поймите, что иногда этим большим результатом неоткуда взяться. Хоть на голове ходи, хоть пляши, хоть частушки пой, хоть их тут колбасой корми всех, чтобы приходили. Нет, ничего не сделаешь. Есть какие-то рубежи и ограничения, есть какие-то параметры, которые нельзя преодолеть и превзойти. И нельзя, понимаете, тут еще вот еще, здесь есть некий конфликт, быть может, какого-то начальствующего взгляда, со взглядом исполнителя. У начальника свой взгляд. Ну, как бы, как в добрые старые времена, там, напишем там плакат, там, повысим урожайность, там, значит, с гектара, например, там, на 180 центнеров. Мы подписали, повысим, как бы, а как его повысить, реально никто не знает. Потому что, потому что такое не бывает. Таких чудес даже в сказках не пишут. Значит, и мы-то с вами должны, знаете, что, у нас ведь ум должен быть как раз вот земледельческий, а не торгашеский. Вот я бы хотел, чтобы это, как бы, понял каждый вообще христианин. То, что мы делаем сегодня, мы делаем в расчете, что плоды появятся через годы. Вот если ты держишь на руках новокрещенного христианина, маленького ребеночка, который, вот папа с мамой пришли, принесли тебе своего дитё, чтобы он покрестил его, и ты покрестил его, он когда будет твоим прихожанином? Сознательным, таким, таким, чтобы он мог тебе забор покрасить, например, там, или просфор испечь. Ну, или через 20. То есть ты закладываешь будущее этого прихода на далекую перспективу, а завтра ты от него ничего не получишь от этого мальчика. Он у тебя будет ни хористом, ни псаломщиком, как бы, ни регентом, ни шофером. То есть, смотрите, торгашеская психология заключается в очень простой схеме. Купил, продал, разницу на карман, всё. Быстро купил, и ещё быстрее продал, разницу на карман, всё. То есть, задача только одна – купить подешевле, продать подороже. Всё. И быстро нужно, чтобы деньги вертелись. Чтобы там купил, там занял, там продал. А психология земледельца сегодня вспахал и завтра посеял. А собрал через полгода. Там, через 4-5 месяцев. То есть, хоть ты там эту землю пузом грей, хоть дыши на неё, на каждое зерно. Хоть не знаешь, что ты здесь делаешь, хоть опять-таки уговаривай её, там, умоляй, плачь над этими зёрнами. Они раньше не вырастут. Поэтому то, что ты сеешь – это учительский труд. Вот труд учителя. Вы же помните, может быть, я не знаю, опять-таки, как было это у вас в школах. Но многие, например, уже в зрелом возрасте понимают, что они в школе вели себя отвратительно по отношению к учителям. Кто-то срывал уроки, кто-то просто игнорировал этого учителя вместе с его предметом. Будь то география или литература, неважно что. Просто презирали тихо и тихо и игнорировали этого учителя, эту учительницу. Никто никогда не вникал, как они живут, что у них дома, может, у них дома не всё в порядке. С каким трудом они входят в наши классы. Потом уже когда стали взрослыми, перестали быть жестокими. Мы теперь, многим из нас, может быть, даже стыдно, что мы это самое, вот мы так были неблагодарны своим учителям. Вот учитель, он работает на перспективу. Плоды учительского труда проявляются через 5, 7, 10, 15 и более лет. Правильно? То есть то, что сейчас она вбивает, как-то вкручивает, сеет в сознание ребёнка, преподавательница, даже вот эта первая учительница моя, буквы ровные писать тонким перышком в тетради, она же закладывала фундамент на всю нашу жизнь. И плоды её трудов до сегодняшнего дня проявляются. Но не сразу же завтра, а потом. Вот мы, в принципе, работаем в той же парадигме. У нас нет такой задачи, например, прийти ворваться, например, в какой-то вуз, собрать всех учеников, бомбануть им такую проповедь, что все заплакали и завтра пошли все в церковь. Весь вуз. Бросил пар и пошёл в церковь. У нас даже... Мы к этому не стремимся. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, это, может быть, даже и не нужно. А мы пытаемся работать с отдельными людьми на длительную перспективу. Ты сегодня с ним поговорил, он тебя сегодня не до конца понял. Но то, что ты сказал ему, он запомнил. А то, что он запомнил, он поймёт, может быть, через год. И ты потом, спустя много лет, он тебя повстречает, скажет, помните, мы с вами тогда разговаривали, помню. Я, наконец, понял, что мне говорили. Вот теперь понял. То есть наша работа, как учителя, как земледельца, на перспективу. То есть я сею сегодня. Я проповедую, допустим, каждый день. Я организовал воскресную школу. Я организовал наглядную агитацию вокруг храма. Так что каждый, проходящий мимо, может прочесть и историю храма, и то, и всю массу информации. Мы транслируем богослужения на улицу. Мы звоним в колокола каждое утро. Мы там организовали кружок церковно-славянского языка. Мы поём, не знаю, старобряческим унисоном. Мы из кожи вылазим, чтобы Русь была святая и все спаслись. Но плоды всего этого нельзя требовать завтра. А сложность взаимоотношений начальников и подчинённых, она имеет такую специфику, что начальник говорит, что завтра нужно. А на когда нужно? На вчера. Да, говорят. Нужно уже на вчера. Начальник говорит, надо вот так вот. Надо, чтобы в каждом храме было вот то-то. А ещё вот это надо, чтобы было. Ещё же было вот это. Ты понимаешь, что это нереально. Даже если мы сейчас начнём трудиться, это получится года через полтора. Но здесь сталкиваются две логики. Логика кабинетного управления, логика этого исполнения на Земле. Это везде так. Должен вам доложить, что сама любая структурированная система, она рождает такую проблему. То есть один человек может не совсем до конца понимать или уже забыть, как это делается, когда эти цифры превращаются в реальность. На бумаге-то мы всё напишем. Бумага стерпит. Если дело в отчётах, то мы напишем отчёт. Знаете, как иезуиты когда-то, например, когда они осваивали Индокитай, то, допустим, слали в Рим депеши, например. В этом летом в Китае покрестилось, в Индии, допустим, в Индии покрестилось, например, 740 тысяч человек, допустим. А следующим летом покрестилось миллион человек. Думаешь, что уже вся Индия должна быть христианская. Ничуть не бывало. Там как было вот столько христиан, так и осталось. А в чём дело? А дело в том, что они на священные церемонии заходили в реку Ганг вместе с омывающимися индусами. Под видом индусов. Иезуитам было разрешено одеваться в одежду того народа, где они живут. В Китае они одевались как китайцы, в Индии как индийцы, индусы. Они могли ходить как бродячие эти самые факиры, как в Персии, как дервиши. Они могли быть полностью свободны в отношении внешних ритуалов. И вот, например, там индусы моются в этой своей священной реке, а он в это время шепчет рядом там. Говорит, крещается раб Божий Иоанн во имя Отца и Сына и Сына Духа. Аминь. И там галочку один есть, типа, крещёный. Ну, как бы, если вот в этом смысле, то, конечно, можно так всю Вселенную покрестить какими-то хитрыми манипуляциями. Дело в том, что ВОЗ остался там, где он не есть. Депеша пошла, крещённых много. По факту проверили, как бы, ситуация расходится с реальностью. Короче, что мы хотим? Что мы хотим? В самом начальном пределе нам нужно не уменьшаться в размерах. То есть не уменьшаться в святости. То есть не отдать то, что уже появилось. Не потерять. Потом надо, конечно, мне кажется, переориентировать сознание на всё-таки ловительство душ человеческих. То есть будешь человеков ловить. То есть великое дело храм построить. Это вообще, если вы не представляете, как это тяжело даётся. Давид хотел, не построил. Это не каждый святой построит даже. Но всё-таки, значит, надо понимать, что не красна изба углами, красна пирогами. Как бы и храм божий красен прихожанами, как бы, собственно, а не все остальное тоже хорошо. Но это вспомогательные подкорки, значит. Это вообще надо людей ловить. Надо вести борьбу за души, короче. Это пафосно звучит, может, как-то так. Ну, пафосно звучит. Надо вести борьбу за души. Душа дорого стоит. За человека Христос умер. Надо включиться в эту борьбу всем, кто может её вести. Нужна, конечно, какая-то профилактика распада семей. Работа с теми, с молодёжью в плане того, чтобы они создавали крепкие семьи навсегда. Потому что мы имеем критические цифры по этим показателям. И нужны какие-то чисто защитные средства от современных опасностей. От той же наркомании или интернет-зависимости. Или от других каких-то вещей. То есть, ну, это всё как бы такая... Это просто враг нам подбрасывает новые опасности, а мы от него отмахиваемся. Как можем. А стратегически нам нужно как бы завоёвывать людей. И вообще-то церковь вернётся туда, откуда она вышла. Есть такая прекрасная фраза, что будущее церкви – это её прошлое. А прошлая церковь, самая начальная прошлая церкви – это Пятидесятница. И апостольская община Иерусалима. Ещё до первого изгнания, до побиения камнями Стефана, до первого рассеяния. Нормативная церковь, как бы это церковь Иерусалима, когда собраны вместе все, когда на всех языках проповедуется Евангелие, когда у людей есть некая общность жизни и имущества, когда они все братья. Это такая братская община, когда непрестанно совершается Евхаристия, и когда, ну, по сути, у них ничего ещё не было. Ни отдельных зданий, ни епархиального управления, ни канцелярии, ничего ещё не было. Но Дух прилагал спасаемых к церкви. Каждый день. Это была самая духоносная община истории. И мы как бы должны вернуться в те времена, когда нас будет мало, но мы будем духоносными. То есть к этому, мы как бы неизбежно к этому вернёмся. Но не хочется пока. Хочется, чтобы нас было больше. Но чтобы все были тоже духоносные. Понимаете? То есть хочется всё-таки, чтобы мы не потеряли эту страну, и со всеми её огромными. И на нашу, как бы, и церковь нашу, столь обширную. Вообще я думаю, что... Ну, не думаю, я знаю, и вы знаете это. Что Бог наш есть Бог истории. История управляется Богом. Даже там, где мы ничего не понимаем. Например, турки берут Константинополь. Никому ничего не понятно. Весь христианский мир оторопел и замолк в изумлении, в ужасе. Но это дело Божие. Это не шутки. Это сложные ходы его промысла. Это его рука. Что дальше делать? Он дальше, значит, одна дверь закрылась, он другой открывает. Показывает нам. Теперь будет вот это. Значит, будем двигаться в эту сторону. И вот там... Ну, и наша история. То есть история – это книга промысла Божьего. Мы живем внутри этого могучего потока промысла, который мы не понимаем до конца. Но вот раз Господь Бог благословил русскому человеку распространить свое присутствие на такую огромную территорию, географически огромную территорию, то в этом есть некий знак. Вы же можете себе представить, что при тогдашних средствах передвижения пешком да на лошадке, сквозь непролазные сугробы да в жуткую грязь, сквозь мошку и заросли таежные, русский крестьянин освоил. Ну, гляньте на карту и удивитесь. Самая большая территория мира. Зачем? Потому что он таким образом нес с собой самое дорогое, что в нем было. Он приходил, куда бы ни пришел, рубил крест восьмиконечный, строил небольшую молельню, сначала деревянную, и начинал, значит, тресвятое по отче нашу и так далее, обрабатывать эту землю и так далее. То есть это была такая тихая колонизация, как бы, одной шестой части суши, на самом деле. Это очень интересная вещь. И русский народ должен быть религиозно гениален, потому что мы единственный народ в мире, который граничит со всеми религиозными мирами. Вот, например, если вы живете, ну, скажем, в Польше, то вокруг вас только такие же, как вы, европейцы и христиане. То есть немцы, прибалты, белорусы и украинцы. Если вы живете в Италии, то вокруг вас тоже рядом только австрийцы, греки и море. Если вы живете в Америке, то сверху Канада, снизу Мексика. Это, в принципе, одно и то же. И там, и там Христ, там католики, там протестанты. А русские – единственный народ в мире, который граничит по всей границе своей огромной государственной территории с японцами. Тут тебе синтоизм, зенбуддизм, там и все на свете, что хочешь. Там потом дальше пошел Китай, Монголия, Тибет. Вот это все, значит, такие восточные миры. Мы с ними соседствуем. Вы знаете, что сосед важнее родственника. И что если у тебя есть сосед, например, да, ну скажем, мусульманин, то если ты будешь с ним дружить, он тебя уважает, ты его уважаешь, и вы мирно живете через забор, то ты через 2-3 года будешь хороший специалист по исламу. Он тебе будет рассказывать, ты будешь запоминать, и ты будешь знать, это они носят, это они не носят. Здесь они празднуют так, тут они молятся вот так, здесь это они едят, это не едят. И ты будешь хороший знаток шариата. Что, в принципе, полезно. Потому что вообще знаний неполезных не бывает. Все нужно знать. Так вот, русские, вот с той стороны Дальнего Востока, это для себя показывают, для вас, как бы, вот там, вот там все эти японцы, китайцы, монголы, ду-ду-ду-ду. Потом пошел длинный пояс исламское подбрюшье, начиная, там, с этих Средней Азии, там, все, аж до Северного Кавказа. Это все сплошное, сплошное исламское соседство, значит, там, где у нас, там, Казахстан, там, все остальное, ду-ду Кавказа. Это самые разные народы, по-разному, исповедующие, вроде бы, один и тот же ислам. Там, шииты, суниты, там, с разными ответвлениями, разными, там, асхабами. И люди, которые с ними живут, бок о бок, они, ну, как бы, вынуждены понимать, знать, с кем ты живешь, уважать, как бы, и знать, чего бояться, чего не бояться, да. Потом дальше мы заходим уже в полосу христианских стран, там, уже по Черному морю, там, у нас, там, рядышком, там, недалеко от нас, там, и Румыния, Молдавия, там, и Украина, там, все. И потом, аж там, в Калининграде мы уже вторгаемся какие-то в немецкие миры протестантско-католические. То есть, по сути, это единственная страна, то есть, русский человек, а русские люди, они же так живут. Родился в Иркутске, значит, учился в Екатеринбурге, живу в Москве, а на старость хочу переселиться, допустим, там, на Камчатку, ну, допустим. Или, ну, лучше в Сочи, конечно, но кому-то, может, хочется на Камчатку, почему нет. То есть, за время своей жизни мы успеваем пожить в разных точках нашей страны, в разных локациях. И мы бываем сосед... у нас бывают монголы с соседями, это интересно. Кое-чему у них... можно что-то научиться у монголов, как вы думаете? Можно. У всех можно чему-то научиться. Научиться можно кое-чему у всех, хоть чему-то у всех. А потом мы пожили немножко на Кавказе, там можно кое-чему поучиться? Можно. Можно. Кое-чего испугаться, кое-чему поучиться. А потом мы пожили там, потом пожили здесь. Короче, оказывается, что таких народов больше нету. То есть, русский народ – это единственный народ, который с соседями имеет все существующие в мире религиозные типы и традиции. Потому что все остальные привыкли жить только в своем окружении. Только в окружении себе подобных, на себя похожих. Поэтому, например, все чужие для них кажутся какими-то чудовищами, там, с тремя глазами, там, или с одной ногой. Понимаете? Чужой – это всегда страшно, когда он чужой. Человек, например, никогда не видел, допустим, мусульманина, например. Он живет, скажем, в штате Оклахома, например. И вокруг него одни белые люди, допустим. Ну, с некоторым вкраплением черных людей. И у него все вроде христиане. Или атеисты. Или кто-то еще. А мусульмане – это что-то очень далекое. Он говорит, да это враги. А ты живешь тут, как бы, значит, говорит. Он говорит, а я вырос, там, в Махачкале. Он говорит, да я их знаю с детства, допустим. Да в них, как в каждом народе, есть такие, есть такие. Есть вообще оторвающие, как бы, есть нормальные люди, есть такие. Я их знаю, их не боюсь, потому что я их знаю. Кого ты не знаешь, того ты боишься. Потому что чужого всегда страшно. Как раньше, когда вот эти изведанные части территории называли, там, значит, там, земля такая, земля такая. А неизвестные области земли называли терра инкогнито. И населяли их, воображение человеческого населяло их людьми, у которых, там, три уха, один глаз, там, черное семя, там, восемь ног. То есть, если ты чего-то не знаешь, ты очень боишься. И твое воображение испуганное населяет неизвестные миры чудовищами. Если ты кого-то не знаешь. Так вот, русские знают всех. Вот все, что в мире есть, от дзен-буддизма, значит, заканчивая, там, римско-католическим монашескими орденами, как бы, у нас все есть. Это о чем-то говорит, это очень интересная вещь. То есть, русский народ, как бы, то ли он обязан быть религиозно-гениальным, то ли он, по факту, уже таким является. Потому что все остальные бы просто... У нас же нет войны на границах. Мы же ни с кем по границам не воюем. У нас нет такого, чтобы у нас на границе пожар. Непримиримое столкновение, например, там, вот с этими, с этими. Нет, у нас на границах мир. Приграничная торговля, приграничное общение. То есть, мы умеем жить с соседями мирно. Да? Да. Это о чем-то говорит? Да. Ну что, соседи наши, это все религиозные миры, которые есть в мире. То есть, мы с вами, русские люди, по сути, обязаны самим фактом существования, своей географической расположенности, своей истории, этой такой, которую без валидола считать невозможно. Значит, мы обязаны быть, ну, перфектными православными людьми, в общем-то, настоящими православными христианами, литургическими людьми. Сегодня самое главное измерение православия – это литургическая жизнь. Это любовь к службе, знание ее и участие в ней. Разумно-сознательное участие в службе. Так, чтобы мы дышали Евхаристией. Чтобы мы, буквально, дышали и жили Евхаристией. Но при этом мы должны быть религиозно открыты к тому, чтобы понимать соседа, каким бы он ни был. И распознавать его издалека, и уметь выстраивать с ним правильные отношения. Это вообще для мира современно-то уникально. В мире, в котором все друг друга ненавидят, все друг друга опасаются, и все хотят друг с другом воевать, русский опыт может быть совершенно уникальным. Вот наши предки были такими. Они нам оставили эту страну в наследство. Она была такая вот еще при царе Горохе. Потом со всеми нюансами советской эпохи она такая остается. Короче, у нас какая-то такая интересная история еще впереди. Надо удерживать все это. А удерживается все это на самом деле только благодаря внутреннему наполнению нашей страны. У нас есть единственное сокровище. Знаете, говорит, расскажи мне о том самом дорогом, что у тебя в доме есть, о чем ты не знаешь, что называется. Знаете, такой, что у тебя самое дорогое в доме? Так вот об этом Гоголь, кстати, писал. Что единственным сокровищем нашей страны является православная восточная вера. Что это сокровище у нас находится в пренебрежении, мы даже не знаем, где оно лежит. Мы даже не знаем, что это такое. А что у вас самое дорогое там в стране? Нефть. Нет, ответ неверный. Следующая попытка. Ракеты С-300. Ну, как бы холоднее, по-моему. А может теплее. Ну, жарче точно, но не знаю, теплее, холоднее. Ну, нет, ответ неверный. Там балет Большого театра. Не, не попали. Что у нас самое главное? У нас самое главное – это православная восточно-хафолическая вера. Вера апостольская. И вот все, что с ней связано. То, что сформировало наш нравственный закон, нашу внутреннюю конституцию, наш генотип, если хотите, наш характер. И вот это нужно распознать как самое главное сокровище. Потом уже будет все остальное. Там и великий кинематограф, там и великий балет, там и, не знаю, там великая литература. Это все будет уже, так сказать, христоцентрично, потому что будет найдено главное. Короче, мы с вами молодые люди, более-менее молодые. Кто-то помоложе, кто-то постареет. Ну, в общем, мы договорились вначале, что молодой – это состояние души. Это способность учиться. Если ты способен, например, там сказать, с завтрашнего дня выхожу на пробежку. И буду бегать. Ну, а что, сколько можно лишние килограммы набирать? Начинаю бегать. А еще буду учить, например, греческий язык. Чтобы к следующей Пасхе, ну, к этой Пасхе ближайшей, ну, и на всякий случай, ладно уж, к следующей. Чтобы я мог, например, поехать на Корфук Спиридону и понимать литургию по-греческому от «а» до «я». Вот поставь себе какую-то цель такую хорошую. Там, если вы в браке, например, там, рожаем восьмого, ладно, на материнском капитале как-нибудь протянет. То есть, короче, до тех пор, пока ты ставишь хорошие цели и имеешь энергию их реализовывать, имеешь желание открывать новые двери, ты молодой человек. А если ты потух, то неважно, если тебе шестнадцать или восемнадцать, как бы, ты труп. Ты никакой не молодой, ты мертвый. Молодые мертвыми не бывают. Или мертвые молодыми не бывают. Мертвые все одинаковые. Да, это вот нам, значит, христианам 21-го столетия нужно быть литургическими. Я еще не успел ничего про Писание сказать. Вот еще ж голубица, ластовица, невеста наша, Библия святая, которую нужно просто... Я просто на прощание вам скажу, что наступила совершенно новая эпоха христианизации России в том смысле, что очень долгое время у нас были все верующие, но читали очень немногие. И из-за дороговизны книг и не всеобщности образования Библия была не у каждого в руках, ее мало читали. Хотя веровали и молились все или почти все. А потом в новейшее время, вот в советский период, у нас все стали читать, но у нас у всех забрали Библию. Ну, значит, нельзя было в магазине купить. Прийти, если ты придешь, например, в книжный магазин, там скажешь, а Библию у вас есть, вам сказали бы нет в каждом магазине. И еще бы улыбнулись, потому что за нее можно было и в тюрьму сесть кое-где. Короче, сначала все верили, но не читали, потому что, сами понимаете. Не каждый крестьянин грамоте умел. А потом все стали читать, а ее бедную забрали, святую Библию. И вот сегодня впервые в истории России возник исторический этап, когда мы все умеем читать, и Библия в легком доступе. Таких исторических этапов у России не было никогда. Чтобы была поголовная грамотность, такого никогда не было. И при этом всем Библия была абсолютно легко доступна каждому человеку. Это впервые в истории нашей всей страны нам Бог подарил такую возможность. Поэтому каждый православный человек должен обязательно заняться плотным предметным изучением священных текстов. Сначала Евангелия, конечно, и апостола, потом псалтири, пророков, а потом уже и самых сложных книг, таких как первые главы бытия, или языки Ильтам, или песни-песни. В общем, мы должны быть хорошо начитаны, с любовью начитаны в библейских текстах. Это тоже очень важная задача. Все, друзья мои. Спасибо вас, Господи. Христос воскресе! Христос воскресе!